Девушки отдыхают Последнее предсказание Единственная претензия к игре Вторичность по отношению к другим проектам студии Deadliest Catch Alice Can Storm Неординарный симулятор, который предлагает нам заняться ловлей крабов Всем привет! В эфире снова Фак и я Влад Лехов Фак – самая приличная передача на телевидении Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх Оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению Устраивайтесь поудобнее и внимайте В прошлом выпуске мы рассказывали о новом проекте Великого и ужасного Американ МакГи Посвященного сказкам братьям Гримм в новейшей интерпретации Тогда речь шла о мальчике, который хотел узнать, что такое страх Сегодня же мы расскажем о похождениях красной шапочки В том виде, в каком их видит МакГи Итак, встречайте! Американ МакГи с Гримм Эпизод 2. Литл Ред Райдинг Худ Известнейший геймдизайнер Американ МакГи снова переосмысливает детские сказки Вслед за Алисой в Стране Чудес, которую на самом деле трудно назвать детской сказкой В поле его зрения попало творчество братьев Гримм По замыслу коллектива Spicy Horse В ходе 24 разнообразных эпизодов игры Мы посетим самые разные сказки Чего только стоит 7 гномов, которые олицетворяют 7 смертных грехов Но сегодняшний сюжет посвящен второму эпизоду этого сериала В котором рассказывается о похождении к бесстрашной красной шапочке Словами главного героя МакГи сетует на то, что в традиционном изложении красная шапочка полна противоречий Скажем, ну какая мать отпустит свою дочь через темный лес, да еще и без вооруженной охраны? Или какой страшной болезнью страдала бедная красная шапочка, если перепутала волка с родной бабушкой? Эти и многие другие несоответствия нам предложат развеять и рассказать уже всему миру настоящую правду о красной шапке Системные требования игры таковы Процессор на частоте 2,4 ГГц 512 МБ оперативной памяти 128 МБ видео И всего 300 МБ на жестком диске Итак, выслушав резкую критику в адрес оригинального прочтения красной шапочки Мы попадаем на первый этап второго эпизода В нем матушка наставляет на пустисиной свою дочь Мы же заранее знаем трагический исход этого мероприятия Раскрашиваем мир в соответствующие мрачные тона Поклонники проектов МакГи будут в восторге Всем же остальным советуем воспринимать игру как она есть А не сквозь призму стереотипов Это действительно весело Наши оценки геймплея 5 баллов Под капотом American Magis Grimm Скрывается движок Unreal версии 3.0 Да-да, вы не ослышались Однако, ввиду специфики игры Единственное, в чем он себя проявляет Так это в количестве активных объектов на экране Наша оценка графического управления 5 баллов О звуке также ничего плохого сказать нельзя Он вполне гармонично вплетается в происходящее на экране Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов Эх! There's too much light My blessed mess forsaken! These fairy tales are much too late А рассматривает ее важнейший элемент Например, золушка собирается на бал Или красная шапочка отправляется к бабушке Если ваше чувство прекрасного нуждается в шоковой терапии То этот проект определенно для вас Наша общая оценка American Magis Grimm Little Red Riding Hood 5 баллов Ни о каком прогрессе серии речить и конечно же не может Перед нами все тот же проект, но с другой сюжетной начинкой Однако не может не радовать тот факт, что основная фишка игры Чернейший юмор никуда не делась Если American Magi будет выдерживать выбранный темп То к новому году он вполне способен выполнить поставленную перед собой задачу 24 эпизода сказок братьев Grimm А теперь настало время для ваших вопросов и наших ответов По игре American Magis Grimm Little Red Riding Hood Первый вопрос Я слышу, что American Magis Grimm распространяется бесплатно Так ли это? Отвечаем Частично Бесплатно можно скачать только первый эпизод сказок Все последующие 23 приобретаются за символическую плату на официальном сайте разработчика Следующий вопрос Почему главные герои сказки не обращают на меня внимания, когда я сею зло и хаос вокруг них? Они продолжают как ни в чем не бывало болтать между собой Отвечаем Суть игры состоит в изменении антуража действия, а отнюдь не в трансформации сюжета сказки Если, как в этом эпизоде, красная шапка пилит к бабушке, значит так тому и быть Мы лишь придадим ее миссии правдивой мрачности Следующий вопрос Есть ли в игре кооперативное прохождение? Отвечаем Нет, это сингл проект, однако в нем присутствует интеграция в мировую сеть Если время вашего прохождения приблизилось к бланке мировых рекордов, вам предложат опубликовать свои результаты в сети и войти тем самым в историю проекта American Magist Green Однако не забывайте, количество ваших конкурентов исчисляется миллионами Квесты от студии Хеопс сегодня принято ругать Их игры это максимально камерная атмосфера и точность воссоздания гобелена в замке Аутентичность геймплея разработчикам куда важнее без остановочного действия Но на самом деле Хеопс студия делает большое дело Несет в игровые массы образование За второсортными сценарными ходами кроется большой объем реальной исторической информации Которая может вызвать у игрока интерес к какой-то личности, историческому периоду, к искусству или науке Именно с такой позиции следует рассматривать игру Нострадамус Последнее предсказание История о том, как дочь великого предсказателя по имени Матлен снимала загадочное проклятие с королевского замка Больше похожа на очередную серию на инсюдрю Неспешное расследование приведет игрока в подземные казематы с алтарями, ужасно секретными артефактами и статуями Но до этого Матлен придется решить уйму самых разнообразных головоломок Задачки непростые, но от этого еще более интересные Порадуют истинного ценителя умных квестов и использования в инвентаре специального чемоданчика с пинцетом, лупой, скальпелем, письменным пером, ножницами и циркулем Кроме того, Матлен нужно периодически принимать облик мужчины Используя для этого не только одежду, но и парик, усы и очки А в некоторых диалогах даже требуется подобрать нужный тембр голоса Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 1 ГГц 512 МБ оперативной и 64 МБ видеопамяти На жестком диске Нострадамус последнее предсказание займет 2,2 ГБ Доброе утро, милые! Геймплей последнего предсказания поначалу может показаться чересчур внедлительным и непомерно сложным Но если вы продержитесь хотя бы час и втянетесь в игровой процесс То дальше все пойдет как по маслу и сюжет захватит вас с головой Нострадамус игра не для всех Но если вы любите историю и сложные многогранные квесты Не боитесь трудностей, запаслись горячим чаем и терпением То вполне возможно сможете получить от последнего предсказания удовольствие Твердая четверка с геймплей Внешность игры от современных аналогов отстала на несколько лет Псевдо-трехмерное окружение и плоские фигурки персонажей Оправдываются разве что аутентичными декорациями Созданными, по заверениям разработчиков, с максимальной исторической точностью Тройка за графику Вот это хорошо, просто отлично выглядишь А что с лицом? Локализация у Акелы вышла адекватной Качественно и грамотно переведены все залежи текста Вплоть до последнего описания в инвентаре Мне в руки попал некий Катрен Ваш бывший секретарь говорит, что он принадлежит вашему Перу Похоже, недавние события в точности ему соответствуют О чем в нем говоришь? О проклятие! Убьют 12 человек, а потом беда обрушится на мой дом Вам необходимо прийти ко мне завтра И отыскать способ отвратить от нас этот рок Пятерка за звук Единственная претензия к Нострадамус Последнее предсказание Вторичность по отношению к другим проектам студии И переодевание, и спецприборы в инвентаре И выбор в начале игры знака зодиака Мы видели в предыдущем творении этих разработчиков Тайна да Винчи К тому же, несмотря на разницу в два года Оба эти квеста очень схожи по графике Четверку получает сегодня игра Нострадамус. Последнее предсказание Студия Хеопс сегодня пытается внести оживление в жанр Добавляя в свои игры не самые тривиальные для квестов вещи В частности, некоторые герои у них для решения своих задач Переодеваются и зарабатывают очки репутации О том, как справиться с некоторыми другими сложными моментами В Нострадамус последнее предсказание Прямо сейчас записывайте Вопрос Меня попросили расставить знаки зодиака и планеты В соответствии с их символами Как это правильно сделать? Отвечаем Планеты расставьте в следующем порядке сверху вниз Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн Знаки зодиака, если вы не знаете их условное обозначение Следует расставить так Овен, Бык, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Бесы, Скорпион, Стрелес, Козерога Водолей и Рыбы Вопрос Нострадамус устроил Мадлен проверку Насколько хорошо у нее получается копировать голос своего брата Сезара Как подобрать правильный тембр? Отвечаем Скорость произношения и тембр регулируются двумя ползунками В нижней левой части экрана Поднимите правый в крайнее верхнее положение, а левый вниз И у вас все получится Вопрос Для приготовления маскирующего крема мне необходимо было набрать воду из колодца Но веревка оборвалась, а ведро упало, что теперь мне делать? Отвечаем Развернитесь и подойдите к телеге Рядом с ней заметите моток веревки, возьмите ее Далее отправляйтесь в сарай, там увидите ведро с яблоками Вам пригодится и то и другое Еще захватите тыквы, они вместе с яблоками понадобятся позже Теперь возвращайтесь к колодцу, привязывайте веревку, ведро и доставайте воду Смотрите далее GTR Evolution Продолжение автосимулятора Race 07 Чемпионат WTCC Deadly Sketch Alice Can Storm Неординарный симулятор, который предлагает нам заняться ловлей крабов Смотрите далее Deadly Sketch Alice Can Storm Неординарный симулятор, который предлагает нам заняться ловлей крабов GTR Evolution Продолжение автосимулятора Race 07 Чемпионат WTCC Продолжаем тему симулятора всего, чего только можно Сегодня предлагаем вам кое-что интересное и забавное Deadly Sketch Alice Can Storm Так называемый симулятор ловли крабов На удивление игра достаточно увлекательная, но иногда играть бывает скучно За основу была взята одна из телепередач зарубежного ТВ Про реальных рыбаков Первое, что вам необходимо сделать, это пройти обучение Будет даже немного интересно Вам расскажут обо всех особенностях игры, которых не очень много Однако без этого обучения методом тыка разобраться в игре будет не очень просто После такого непродолжительного курса молодого рыбака Вы сможете поиграть в нечто вроде мини-игр Например, в одной из таких игр вам нужно будет быстрее соперника собрать все установленные сетки для крабов В этой игре всего два участника, а сеток только семь Все четко, выигрывает только один Также есть возможность походить по лодке и узнать, как все работает в реальной жизни Стоит отметить, что разработчики очень качественно сделали игру Которая до мельчайших подробностей копирует свои прототипы из реальной жизни Игра поступила в продажу 18 августа 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 3 ГБ на жестком диске Игровой процесс нельзя назвать очень захватывающим Но на некоторое время игра вас заинтересует Разработчики неплохо поработали над реалистичностью происходящего В первую очередь благодаря необузнанному океану, который далеко не всегда бывает спокойным Во-вторых, очень сильно помогают ощутить всю атмосферу происходящего видеокомментарии от матерых рыбаков и ролики Которые показывают, как все происходит в реальной жизни Для того, чтобы играть было интереснее, предусмотрено несколько режимов сложности Собственно, игровой процесс состоит из снаряжения корабля, ловли крабов и последующей их продажи И именно благодаря вышеперечисленным нюансам и некоторым другим особенностям игры Deadly Sketch Alice in Storm получает 4 балла за геймплей Внешне игра выглядит не очень захватывающе Снова стоит отметить бушующий океан, который одним своим видом во время шторма заставляет сесть за эту игру Также приятно, что лодку можно раскрасить в свои цвета и назвать как угодно Все знают, что как вы лодку назовете, так она и поплывет К сожалению, тройку за внешний вид получает Deadly Sketch Alice in Storm Звуковое сопровождение игры среднее Отдельной похвалы стоит записи с комментариями реальных людей А в остальном все простенько и обычно 3 балла за озвучку игры Предлагаем вашему вниманию небольшой фрагмент ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тот, кто в реальной жизни работал на корабле Особенно на рыболовецких суднах Однозначно оценит эту разработку Остальным же рекомендуем опробовать эту игру в целях ознакомления с необычными симуляторами А наша общая оценка игры 4 балла Самое приятное в этой игре то, что она сделана намного разнообразнее того же симулятора-мусорщика Здесь вам и достаточно подробное обучение И вполне реалистичное управление лодкой А также чуть более интересная экономическая составляющая В общем, с этой игрой стоит ознакомиться хотя бы из-за неординарности идеи Возможно, кому-то она покажется скучной Но мы уверены, что найдутся геймеры, кого Deadliest Catch a Lesken Storm заинтересует И именно для вас наши ответы на ваши вопросы Первый вопрос Подскажите, как на плоттере FastTime режиме выставляете собирать клетки? И зачем рисовать пот-линии? Отвечаем В режиме ускоренного времени нельзя ставить и собирать клетки А пот-линии нужно задавать, чтобы потом было проще ставить или собирать клетки Об этом рассказывается в обучающем режиме Кстати, лучше всего устанавливать не более 4 контейнеров за один раз Следующий вопрос Расскажите, за что назначают штрафы? Отвечаем Штрафы начисляют, если вы начали рыбачить до открытия сезона И если вы продолжали поднимать контейнеры после закрытия сезона А также, если контейнеры остались в воде по окончании сезона Следующий вопрос А как узнать, где много крабов? У меня компьютерные игроки ловят много крабов даже в тех местах, где на карте указано, что их там мало Как выбрать правильное место? Отвечаем Вообще, показатели количества крабов неоднозначны Нужно ориентироваться на обозначение на карте А также следить за тем, как долго клетки находятся в воде В этой игре крабы могут быть не только пойманы, они также могут еще и испортиться Проект студии Simbin Race 07 пользуется определенным авторитетом в кругах поклонников автосимуляторов Оно и неудивительно Целое созвездие лицензированных чемпионатов Внушительный автопарк и реальные автогонщики Все это вкупе с мощной физической моделью Делает Race 07 фронтиром компьютерных автогонок Проект GTR Evolution, о котором сегодня пойдет речь Прямой потомок Race И по сути является стендалон-дополнением к этой игре Смотрим GTR Evolution Продолжение автосимулятора Race 07 чемпионат WTCC Здесь представлены 49 уникальных автомобилей в 12 классах 19 трасс и 40 вариантов маршрутов Совершенствовать свои водительские навыки можно на эксклюзивных автомобилях категории WTCC, Extreme и GT Среди других особенностей игры Детализированная система повреждений и продвинутая физическая модель Реалистичная анимация водителей, возможность выбора различных видов обзора, в том числе вида из шлема В остальном же перед вами все тот же Race 07, который мы видели весной этого года Не может не радовать тот факт, что Simpin не отказались от политики полных лицензий И делают в первую очередь ставку на реалистичность происходящего Игра появилась в продаже 21 августа 2008 года Локализацией в России занимается студия Akela Системные требования игры таковы Процессор на частоте 3 ГГц 2 ГБ оперативной памяти 512 МБ видео И 4 ГБ на жестком диске Безусловно, изюминкой HR Evolution является легендарная трасса Нюрнберг Ринга По словам самих разработчиков, она проектировалась, основываясь на GPS-данах и при помощи CAD-систем Комментарии тут излишне Столь суровый подход гарантирует соответствующий результат Не беремся судить, насколько соблюдены все детали Однако это на порядок лучше всего того, что мы видели в предыдущих сериях Race Наша оценка геймплея 5 баллов Графически игра, если выросла, то ненамного Для сурового автосимулятора графика вполне на уровне Однако если проводить параллели с шоу-гонками типа Nipo Speed То зрелищности тут на порядок меньше Несколько сглаживает впечатление от графики системы повреждений авто Однако на сегодняшний день этим никого уже не удивишь Наша оценка графического оформления 4 балла А вот звук GTR Evolution бесподобен А аутентичное звучание машин вкупе с динамичным саундтреком Никого не оставит равнодушным Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов GTR Evolution GTR Evolution Качественный сиквел Race 07 с минимумом изменений и добавлений Ортодоксальные поклонники этого автосимулятора сметут игру за милую душу А вот любителям будет однозначно скучно Но как бы там ни было, несмотря на некоторый застой в серии GTR Evolution в качестве члена семьи Race продолжает оставаться одним из флагманов виртуальных автогонок Наша общая оценка GTR Evolution 5 баллов Первое впечатление от GTR Evolution можно охарактеризовать так Клон Race 07 с минимумом изменений Становится непонятно, чем занимаются разработчики все это время с момента релиза оригинала Добавление пары чемпионатов и соответствующих треков их мало оправдывает Налицо если не регресс серии, то застой так уж точно Однако для фанатов это далеко не главное И именно на их вопросы по игре GTR Evolution мы сейчас и ответим Первый вопрос Является ли GTR Evolution отдельным проектом или для нее придется покупать Race 07? В сети на эту тему очень противоречивые слухи Отвечаем GTR Evolution выпускается в двух вариантах Standalone и Addon Но речь идет лишь о зарубежных изданиях Какую политику выберут локализаторы пока что неизвестно В любом случае держать дома копию оригинальной Race 07 не повредит Следующий вопрос А как игрушка по сравнению с Race Driver Grid? Отвечаем Это два разных класса GTR Evo — автосим, а Grid — это аркада Если вы были в восторге от последней, GTR Evolution вам противопоказан Следующий вопрос Как не на трассе Нюрнбург Ринг включить 24-часовой режим? Отвечаем Несмотря на обилие различных маршрутов по этой легендарной трассе 24-часовой режим разработчики в игру не включили Объясняется это главным образом сложностью реализации такого режима Ввиду громадного количества участников Около 200 болидов И соответствующего количества лицензий на имена пилотов, команд и, собственно, машин-участниц Рады были помочь вам в прохождении игр Меня зовут Влад Лехов Это был Фаб Совсем скоро мы снова увидимся А до этого заходите в форум на сайте MuzdaFistv.ru Присылайте мне свои вопросы на адрес FAQ-собака MuzdaFistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма А теперь, внимание, канал MuzdaFistv и программа FAQ объявляет конкурс на должность ведущего Если вы молодый, красивый, талантливый, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии То отправляйте свои резюме на нашу электронную почту FAQ-собака MuzdaFistv.ru Тема конкурс И не забудьте про фотографии Без них письма рассматриваться не будут До скорого Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok